Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. К началу июня все гостевые зоны Адлера должны быть приведены в порядок. Особое внимание сносу самостроев. Такое поручение отдал глава города. В Сочи задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. Находку обнаружили в ходе профилактических мероприятий. В Сочи стартует Кубок России по тяжелой атлетике. Сегодня своими ожиданиями поделились организаторы. Промысловый запас пеленгаса и тарани в Краснодарском крае сократился в несколько раз. Как восстановить популяцию знаменитой кубанской рыбы говорили на краевом совбезе. Его Вениамин Кондратьев провел в Приморско-Ахтарске. Глава региона побывал на одном из нерестовых хозяйств района. А уже после на совещании поднял проблему незаконного вылова рыбы в лиманах и реках края, а также в водах Черного и Азовского морей. Браконьерство на Кубани объявили настоящую войну. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. В этом аппарате выращиваются растительноядные виды рыб. Белый амур, белый толстолобик. Один аппарат вмещает в себя около миллиона личинок. Именно вот так выглядит роддом для рыб. Сегодня уже все готово, чтобы в следующем месяце в инкубационный цех поместить икру белого амура, толстолобика и сазана. Выращенных там мальков потом выпустят в пруд, где они будут набирать вес. Когда рыба достигнет 25 граммов, ее можно будет отправлять в большую воду. Так сегодня в Бисокском нерестовом хозяйстве пытаются воспроизвести популяцию промысловой рыбы. Например, в этом году собираются выпустить в лиманы около 600 тысяч мальков сазана, рассказывает главе региона Вениамину Кондратьеву. В разы больше в планах вырастить тарани. Госзадание у нас совпадает полностью с нашими площадями, которые мы используем в своей хозяйственной деятельности. Можем вырастить. Вот это количество 5 миллиардов 270 миллионов, она у нас... Если вы максимально выполняете госзадание, и от вас рыба выходит уже непосредственно в сторону Азовского моря, то выходит, она туда не доходит, что ли? Получается, что так. Мы должны сегодня найти ответ на вопрос, почему ее нет, да куда она девается. И какой здесь фактор, человеческий ли фактор, объективный фактор, и еще что мы будем обсуждать. Но мне важно сегодня это понимать. Потому что мы два года назад обсуждали, вроде какие-то наметили мероприятия. Ну, толку они не дали. Промысловый запас тарани на Кубани за пять лет сократился практически в два раза, а пеленгаса стало меньше в шесть раз. Одна из причин уменьшения популяции рыбы – загрязнение водных каналов, по которым рыба идет на нерест. Сегодня 100 тысяч гектаров площадей всех лиманов нуждается в расчистке. Ну, еще надо обратить внимание на сами нерестилища, на сами нерестовые водоемы. Вот, допустим, в настоящее время в природе уже нету естественных нерестилищ для осетровых. Но в тарани судак еще есть нерестовые места. Что для этого нужно сделать? Для этого надо их поддерживать. Чистить для начала. Чистить, да. Мелиоративные работы. Ну, вот он говорит простые прописные истины. Для нас они как бы сложны в понимании или сложны в исполнении. Но то или другое явно не способствует тому, чтобы рыба у нас все-таки снова появилась. Конкретные должны быть механизмы, которые должны просто реализовываться. Они несложные. Вот я его слушаю, они несложные. Просто сила воли нужна. Воли нужна. И характер. Чтобы сегодня где-то самим отказаться, что для СЭБы, а дать возможность нашим последующим поколениям тоже рыбу в Азове ловить. Но куда больше урон приносит незаконный вылов рыбы. Об этом речь идет уже на краевом совбезе. На совещании собрался весьма внушительный состав правоохранителей. Ведь браконьерство достигло уже беспрецедентного масштаба, заявляет Вениамин Кондратьев. В Лиманах край уже практически исчезли судак и тарань. Не говоря уже об осетре и севрюге. А на прилавках края до сих пор рыба, вылов которой на Кубани запретили еще три года назад. На рынках сегодня можно купить и судака, и рака. И чтобы продавец не говорил, что там откуда-то он из Астрахани. Кто что говорит. Но в основном, еще раз подчеркиваю, это наш судак. Надо посмотреть условия, которые способствуют тому, что такое необузданное браконьерство рассвело. Вот условия. Вот тут надо понимать. Значит, надо бить и по сбыту в первую очередь. Это сельская местность. И прокуроры, и судьи, и полицейские, и глава администрации, и все ходят практически одними дорогами. Они знают, что, где делается. Ну, знают. Если мы не будем все вместе бороться и сплотимся вокруг вот этого положения сегодня, чтобы его искоренить, ничего не будет. Ничего не произойдет. Хоть еще раз сто мероприятий и тысячу мероприятий мы сегодня запланируем. Ничего не будет толку никакого. То есть ситуация просто так дальше продолжаться не может. И на самом деле, только от нас. Зависит, насколько мы сможем ее решить. Основной вылов на Кубани сегодня – это килька, бычок и хамса. Но если срочно не принять никаких мер, то и эта рыба может исчезнуть с прилавков магазинов и рынков. Для нас это особо ценный ресурс. Общий вылов этой рыбы составляет 50% от общего вылова, общего промысла. И мы видим, что одна из причин – неконтролируемый сброс выловленной рыбы после ее сортировки на судах рыбоперерабатывающих организаций. Вот мы видим, как у нас суда начинают добычу, сортируют. Ту мелкую, которая не подходит по калибру, просто взбрасывают в море, а крупную закладывают в трюма. Соответственно, недобор уже по 2018 году идет 25% по вылову именно хамсы. Если так это будет дальше продолжаться, то в 2019 году мы получим цифру ноль. Вылов рыбы по всему краю сегодня контролируют всего около 30 инспекторов. Этого количества человек явно недостаточно, замечает губернатор. За промыслом водных биоресурсов следят пограничные службы. К решению проблемы подключилась и прокуратура. Работа-то ведется. На самом деле нет у нас бездельников или нет тех, кто вообще ничем не занимается. Но проблема настолько сложна, что не решить ее с наскоку. Необходимы те обязанности и те возможности реализовать, которые есть сегодня в полномочиях. Это и ГИМС касается, это и касается контролирующих органов. Наверное, на второй полугодии мы запланируем проверку проведения по данному вопросу, потому что он уже действительно вышел за рамки того, что возможно сегодня сдержать. Восстановить промысловые запасы рыбы еще возможно, только если навести порядок в отрасли и комплексно подойти к решению вопроса. Например, ограничить перевозку рыбы по стране без разрешающих документов. С этой инициативы край уже вышел на федеральный уровень. Кроме того, необходимо рассмотреть повышение штрафов за незаконный вылов. А в регионе создать отдельное ведомство, которое будет отвечать за охрану водных биоресурсов. Нам нужен тот орган один на всех, который всех и соединит, соберет и обеспечит межведомственное взаимодействие. Абсолютно верно. Вы поручение протоколу внести, что Андрею Николаевичу Коробко проработать вопрос и подготовить предложение по созданию краевого госучреждения. В противном случае мы таки будем бегать за каждым ведомством, а спросить будет не с кого. С предложением придать полномочия краю по контролю за выловом рыбы уже в ближайшее время планируют выйти на федеральный уровень, чтобы стало возможно и наладить взаимодействие между ведомствами, и увеличить количество человек, патрулирующих лиманы и реки края. По мнению Вениамина Кондратьева, сегодня необходимо принимать срочные и жесткие меры в борьбе с браконьерством, чтобы знаменитая Кубанская Тарань и Леосетр остались не только на картинках, в энциклопедиях или экспонатах на выставке. Елена Касабова, Мария Крошная, Денис Маскаленко, Алексей Комаров. Кубань-24. Приморско-Ахтарский район. К началу июня все гостевые зоны Адлерского района, примыкающие к Олимпийскому парку, должны быть приведены в идеальный порядок. Особое внимание уделят сносу самостроев. Такое поручение дал сегодня глава города на очередном обходе и обещал лично проконтролировать выполнение работ. Улица Голубая в Адлерском районе одна из знаковых, так как идет вдоль порта пляжные полосы и вплотную примыкают к курорту Меретинский. Уже в самом начале инспекционного обхода внимание Анатолия Пахомова привлекает самострой. Решение суда о сносе здания имеется, однако собственник исполнять его не торопится. Вот стоит такой дом, его надо сносить, никто не хочет, поэтому объявляем конкурс на то, что кто желает из застройщиков, строителей снести этот дом, а земля ему перейдет. Для того, чтобы построить нормальный дом, как требует правила землепользоваться. На улице Цветочная бетонный забор, огораживающий канализационную насосную станцию, принадлежащую ему водоканал, разрисован граффити. Забор покрасить, площадку перед въездом забетонировать дает поручение глава города. Чуть дальше замечена старая шиферная крыша одного из частных домов. Необходимо перекрыть, чтобы вписалась в единый архитектурный стиль, требует мэр. Дом номер 14 по улице Луговая Анатолий Пахомов не смог пройти мимо. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны Григорий Герасимович Берлев. В преддверии праздника Победы глава города использует любую возможность, чтобы лично побывать в гостях у фронтовиков и прямо на месте решить их насущные вопросы. Чем вам помочь? Вот, если честно сказать, вот эту стенку можно обшить? Можно, да. Григорию Герасимовичу уже 94, но он старается быть бодрым и жизнерадостным. Когда ветерану объяснили, что к нему в гости зашел лично глава города Сочи, сразу не поверил и был приятно удивлен. Главное, чтобы наши победители жили в хороших условиях. Я просто при обходе территорий захожу к нашим ветеранам, пользуясь случаем, смотрю, в каких условиях живут, чтобы увидеть самому, если вдруг понадобится какая-то помощь. Спасибо за беспокойство, что вы за нас беспокоитесь. Перед Олимпиадой все эти районы были приведены в идеальный порядок, однако со временем многие домовладельцы и местные бизнесмены запустили свои объекты. Не все наши жители соблюдают, к сожалению, правила санитарного порядка, правила благоустройства, поэтому я сделал несколько замечаний. Естественно, что и санитарная комиссия города, и градостроительная комиссия, и земельная комиссия сейчас вручат всем соответствующие акты. Я думаю, предупредят. Если люди не будут понимать, то будем обращаться в суды, будем штрафовать. Времени на исправление ошибок остается немного. Очередной контрольный визит в этот район мэр пообещал сделать накануне майских праздников. Длина Овсецына, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ. В Сочи сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Находку обнаружили в ходе профилактических мероприятий. Дом полицейские обыскивали вместе с понятыми местными жителями. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли несколько видов охолощенного оружия и боевые патроны. Боеприпасы хранились в свободном доступе на полках, подоконнике, в ящиках. Патроны крупного калибра. Как видите, не отстрелившие. Ящик предназначен для патронов стрелкового оружия, который полными гильзами 9 мм подстрелянными. Затворные пружины различного номинала достоинства. Хозяином дома и целого склада оружия оказался 44-летний сочинец. При обыске мужчина даже пытался оказать полицейским сопротивление. По результатам экспертизы, изъятого арсенала, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное хранение при обретении либо сбыт оружия, его основных частей и боеприпасов. За указанное преступление сочинцу может грозить до 4 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Мужчина пока отпущен под подписку о невыезде. В Сочи завершился первый этап всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». По телефонам доверия можно было сообщать о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков. Но работа не прекращается. Сегодня об этом рассказала заведующая сочинским наркологическим диспансером Ирина Шевякова. Звонков от сочинцев во время проведения акции было много. В основном они интересовались, как попасть на прием к психиатру-наркологу. Наркологические кабинеты работают во всех районах Сочи. Звонили те, кто уже справился с проблемой и теперь интересуются, как сняться с учета в диспансере. Этой группе пациентов мы предлагаем медицинское сопровождение. И приглашаем наркологические кабинеты для решения вопроса о его целесообразности. Еще хочу добавить, несмотря на то, что первый этап антинаркотической акции подходит к концу, телефон доверия наркологического диспансера 268-02-60 работает в круглосуточном режиме. Мы ждем ваших звонков с вопросами, также предложениями по оздоровлению наркотической ситуации города Сочи. А в Сочинском противотуберкулезном диспансере сегодня прошел день открытых дверей. Из 58 добровольно обследованных у двух выявлена патология. Врачи объясняют, болезнь можно победить в том случае, если выявить ее на ранней стадии и сразу приступить к лечению. Вот поэтому и проводятся дни открытых дверей, когда все без исключения приглашают на флюорографическое обследование. Элементарный снимок покажет, есть ли проблема, а врачи помогут ее решить. Два человека из 58 пришли сегодня в противотуберкулезный диспансер не зря. Значит, вот я вам показываю патологию. Это диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации и распады. Врачи напоминают, туберкулез может протекать абсолютно скрытно. В прошлом году в Сочи у 110 человек выявлен активный туберкулез. Вообще на 100 тысяч человек 22 больных. Есть заболевшие и среди детей. Цифры, конечно, другие, чем, например, в 2015 году на 40% выявленных больных меньше. И умирать от туберкулеза стали в два раза реже. А прогноз медиков в 30-му году вообще его победить. Пока же поможет только своевременное и ежегодное обследование. Единственный метод выявления туберкулеза у детей, это у детей с 0 до 7 лет, это реакция МОНТУ. Старше детям проводится новое исследование, диазген-тест, который позволяет сразу выявить инфицированность туберкулезом или нет. Туберкулез бывает не только в легких, но туберкулез может поражать и все остальные органы, кроме ногтей и волос, органов зрения, органов половых, и почек, и печени, и кожи, и костей, и суставов. Неправильно считать, что туберкулез – это болезнь исключительно о социальной части населения. Недуг может подкосить любого, например, человек имеет хороший иммунитет, но пережил стресс, а потому может резко заболеть. Конечно, врачи говорят и о новых противотуберкулезных препаратах, которые хорошо помогают, но есть и пациенты, которые имеют лекарственную устойчивость, тогда им бороться с болезнью сложнее. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи открылся новый выставочный сезон. В Гранд-отеле «Жемчужина» сегодня начала свою работу выставка продукты питания. На стендах производителей из России и стран ближнего зарубежья только самые качественные и свежие товары, которые придутся по вкусу как гурманам, так и ценителям здорового питания. Все подробности в нашем следующем сюжете. Компания «Сод» в Сочи открывает выставочный сезон 2018. И начинается он с 20-й юбилейной выставки продукты питания. В этом году свои товары представили более 70 компаний. Это и производители из разных регионов России, и зарубежные гости – Армения, Белоруссия, Литва, Польша. Именно на этой выставке собираются поставщики, которые демонстрируют максимально полный и разнообразный ассортимент продовольственной продукции. Рыба, колбаса, мясо, грибы, соленья, мед, сладости, экопродукты для здорового питания и многое-многое другое. Город Сочи сейчас стремится в город Сочи все приехать, выставиться, потому что город Сочи является витриной мира. И, конечно, я думаю, что наши общепитые санатории, я думаю, что с удовольствием заключили договора и работали. Выставка продукты питания – это весьма эффективная площадка. Любая продукция, представленная здесь, имеет шанс найти своего покупателя, как в самом городе, так и на территории всего юга страны. Также здесь сегодня представлено направление новая франшиза «Хаус». Она не так ярко сегодня представлена, но это уже начало нового пути. Мы предлагаем нашим горожанам открыть новые направления бизнеса, покупать франшизы, открывать новые пункты питания для города Сочи. Аудитория выставки – это и крупнейшие дистрибьюторские компании, предприятия санаторно-курортного комплекса, кафе, рестораны, торговые точки, а еще простые горожане, которые с удовольствием покупают свежие и качественные продукты к своему столу. Выставка продукты питания будет работать по 25 марта в выставочном центре Гранд-отеля «Жемчужина» с 10 до 19 часов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Икра и рыба Камчатская представлена в Сочи. Полюбившиеся сочинцам и гостям курорта морские деликатесы можно приобрести на открывшейся сегодня выставке продукты питания. Аппетитный аромат традиционно привлекает к прилавку компании «Икра и рыба Камчатки» десятки покупателей. Очередь здесь практически никогда не заканчивается. Все дело в большом разнообразии и высоком качестве продукции. Белуга, клыкач, нерка, окунь, чавыча, корюшка, омуль, палтус – всего более 35 видов морских деликатесов. Вся продукция доставляется прямиком с Камчатки, но при этом не подвергается глубокой заморозке. То есть в каждом кусочке рыбы сохраняются все самые полезные витамины. Рыба только натурального копчения. Коптят ее на дубе и ольхе сразу после вылова. Омуль я купила и нерку. А омуль вообще чудная рыба. Я когда-то на Байкале жила, поэтому ей цены нет. Я не первый раз беру здесь все время. И все равно очень хорошая продукция. И консервы очень хорошие. И так покушать, и если вот там что-то сделать – очень хорошая продукция. Мы всегда довольны. Спасибо им, что приезжают и привозят нам. Консервы из Усть-Камчатска. Внутри кусковое мясо в собственном соку без добавок. Большой популярностью у покупателей пользуется и слабосоленая сельдь из Алюторского залива. Ее продают прямо из дубовой бочки. Селедочка с Алюторского залива. Можно сказать, что она самая лучшая селедочка. Там прям слой жира идет. И мясо внутри белое. Очень нежное-нежное. Солится по специальной технологии, что ее можно даже замораживать. Ну и, конечно, куда без качественной ароматной красной икры. Этот продукт украсит любой стол. Компания «Икра и рыба Камчатская» ждет своих покупателей на выставке «Продукты питания» в отеле «Жемчужина». Она работает по 25 марта с 10 до 19 часов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Грибы, ягоды и орехи. Компания «Ароматы тайги» представила свою продукцию на выставке в Сочи. На стенде можно найти и все, что готово подарить щедрая природа тайги и реки. Грибы, ягоды, орехи и многое другое. Все это доставлено из самого сердца природы. Вот у нас грибы соленые, 12 позиций. Все соленые бочкой. Вот сухие грибы, посмотрите, 3-4 позиции. Лисички, подосиновики. Вот это орехи, кедр, таежные, просто шикарно. Грибчага, шиповни. У нас все есть. Невероятно вкусные, ароматные, уникальные и даже редкие продукты для нашего стола. От такого изобилия, представленного на стенде компании «Ароматы тайги», разбегаются глаза. Помощь покупателям в дегустации на месте, чтобы здесь же оценить по достоинству вкусовые характеристики продукции. Кто знаком с ассортиментом таежных богатств, сознанием дело совершают покупки. Очень вкусные, очень полезные. С картошкой поджариваются. Больше 10 лет компания «Ароматы тайги» радует своих покупателей разнообразием таежных богатств. Помимо грибов, причем представлены как сушеные, так и соленые и консервированные, здесь порядка 20 позиций ягод. Это брусника, клюква, черника, морожка. Так называемая «живая ягода» в собственном соку – особая гордость компании. Множество травяных сборов. Есть даже шелуха кедровых орехов, использовать которые можно, к примеру, как наполнение для подушек, снимая головную боль и поясничную. Вся грибная продукция из Сибири, таежные, Томска, грибной край у нас там. И они, грибы же ведь, тоже очень полезно, очень много белков, лучше, чем мясо даже. Грибная продукция, она очень тяжелая, конечно, работа, но зато она очень вкусная продукция. Мы сюда уже 10 лет приезжаем. У нас все покупатели знают нашу продукцию и всегда покупают, приходят. И они ждут меня. У компании свое производство. Есть и заготовители в регионах России. Представительства ароматов тайги работают в 15 городах страны. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Свои товары представили не только российские производители. У гостей выставки появилась уникальная возможность познакомиться с продуктами из Армении. Их в Сочи привезла компания «Дустер Мариана». Кисломолочная продукция – кефир, йогурт, сметана, молоко, сливки, майонез. А еще большой выбор сыров – творожный, волокнистый, твердый, плавленый и даже с начинкой из творога с орехами. Разнообразие товаров представлено на стенде компании «Дустер Мариана». Всю эту продукцию самого высокого качества производят в Армении. Там компания, лидирующая позицией на рынке молочной промышленности, занимает уже больше двух десятков лет. Теперь фирма приехала на выставку в Сочи. Представить свои продукты розничным и оптовым покупателям и наладить поставки на прилавки города. Более 20 лет фирма находится на рынке, армянском в основном рынке. И вот последние три года мы экспортируем нашу продукцию в Россию, Москву, Московскую область, Краснодар, город Сочи в основном. Очень хорошие успехи. Потребитель знаком с нашим продуктом. Кроме того, компания привезла на выставку мороженое. Его производят на Ереванском молочном заводе. Кстати, линии, с которых выходят все эти продукты, оснащены самым современным оборудованием. Еще один интересный продукт компании «Дустр Мариана» – это вот такие мясные консервы. В таких банках – тушеная говядина, паштет. Здесь, например, гречневая каша с говядиной. Интересный дизайн упаковки тут же привлекает внимание даже самых взыскательных покупателей. С продукцией компании из Армении «Дустр Мариана» можно познакомиться на выставке «Продукты питания». Она работает с 10 утра до 7 вечера по 25 марта в отеле «Жемчужина». Сочи впервые принимает Кубок России по тяжелой атлетике. Турнир стартует на базе «Югспорт», а завтра, а сегодня ожиданиями от него поделились организаторы. В этом году участие в соревнованиях примут около 200 спортсменов в возрасте от 15 лет и старше. Они представляют 45 регионов России. Чем отличается чемпионат страны от Кубка страны? Кубок – это командное первенство. Проводится, значит, награждаются победители в сумме двоеборья, в отличие от чемпионатов страны, где награждаются и в отдельных упражнениях, в рывке, в толчке, а также в сумме двоеборья. Такая программа здесь предусматривается. Очень в этом году критерии отбора, критерии попадания на Кубок, очень высокие по сравнению с прошлым годом, допускаются к участию мастера спорта. Правда, накануне отдельным приказом были допущены на Кубок те, кому еще не присвоено звание мастер спорта, но документы на него поданы. В 2015 году тяжелой атлетике России исполнилось 130 лет. Сегодня сборная страны входит в пятерку сильнейших национальных команд мира. В Сочи тяжелая атлетика развивается активно, но с помощью турниров, вход на который, кстати, свободный, в городе надеются увеличить количество занимающихся в этих секциях. Наши ребята придут, посмотрят, как чемпионы, как они побеждают, какая-то техника, что-то они для себя подчерпнут, и мы надеемся, что количество занимающихся увеличится. Соревнования по тяжелой атлетике такого высокого уровня впервые пройдут на территории Краснодарского края. От нашего региона в них примут участие сильнейшие спортсмены страны. В том числе серебряный призер юношеских Олимпийских игр и Всемирной универсиады, многократный победитель и призер первенств мира и Европы – сочинец Вячеслав Яркин. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.